Три пожара за два дня. В поселке Петровка массовое возгорание сеновалов. За три месяца потеряли весь запас кормов. На зиму восемь подворий. ЧП взбудоражило не только поселковые, но и районные власти. Кто вредит сельчанам, выясняла Людмила Батюшкина. Галина Посохова пострадала первой. У нее пять дойных коров с телятами. Для них на зиму было заготовлено 15 тонн сена. Скот удалось спасти чудом. После того, как все сгорело, женщина плакала неделю. Снова найти 300 тысяч на сено в семье, где единственный источник дохода коровы, неимоверно трудно, говорит Галина. Ну, это, конечно, страх и шок. Потому что, во-первых, скотина осталась без сена. Это полностью без сена осталось. Все сено, можно сказать. Остатки только то, что вот было, вот это самое, это 60 тюков. А у нас было 660 тюков. Кто-то вот этим занимается. Это уже явно. Раиса Куташова погорелец уже второй раз. Сейчас, как и в позапрошлом году, у них с мужем сгорел сарай. Старики остались без запаса дров и угля на зиму. Пламя перекинулось с соседского стога сена. Ну, конечно, говорю, мы минимальную пенсию получаем. И дед 40 лет отработал, а минималка. Я 35 лет отработала, минималка. Меня колотило все аж. Я и ночью не спала. Раз сожгли. Второй раз. Я не знаю, почему жгут. Если сначала сельчане грешили на ветхую электропроводку или неосторожное возгорание от горячей золы, то сейчас уже у них не осталось сомнений. В поисках поджигателей полиция и Акимат сбились с ног. Даже создали народную дружину из местных жителей. Нам сотрудники рассказали, что вы сами до трех ночи дежурите вместе с ним. Да, да, да. Вместе с участковым полицией, вот, Махан, Телектецкий, Несович. Мы постоянно тоже дежурим. Держим на контроле добровольно дружинников. В общем, состав каждый день 8 человек выходит. Это, получается, 4, ну, как бы, на половину дня. И остальные 4, это уже ночью дежурят. Проблема взбудоражила даже районные власти. Они тоже зачастили в Петровку. Но, говорят, у каждого двора часового не поставишь. По данным фактам возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела проводятся следственные мероприятия. Работы в поселке нет. Большинство населения кормится за счет скота. Поэтому утрата кормов для них – катастрофа. Но, по словам чиновников, помощь из бюджета в таких случаях с законом не предусмотрена.